Лёд, водные артерии, они всегда привлекают людей, несовершеннолетних, детей, места отдыха. Ну и, соответственно, многие пытаются проверить на прочность лёд, побравировать, особенно дети несовершеннолетние. Поэтому мы имеем, к сожалению, и трагические случаи, связанные с выходом на лёд. Вот за период 19-20-й год у нас от этих причин погибло 16 человек. К сожалению, мы говорим о том, что большое количество гибнет из этой категории рыбаков, которые, не соблюдая меры безопасности, личной безопасности, мы уже неоднократно напоминаем много раз о том, что, выходя на лёд, надо это делать в районе действия спасательных станций. Но вместе с тем, мы всегда даём сведения и на сайтах о толщине льда. Толщина льда, она должна быть менее 7 сантиметров, которая обеспечивает. Ну, а, конечно, рыбаки должны помнить, что толщина льда в этой ситуации должна иметь определённую прочность, качество льда. Ни в коем случае нельзя выходить на лёд, когда идёт отчипель. В тех местах, где идёт слив каких-то вод, родников, есть течение, где толщина льда, по сравнению с тех местах, где более устоявшиеся, она будет, конечно, меньше. Самое главное, я хотел обратить внимание на безопасность наших детей, несушнолетних, которые, в общем-то, должны находиться постоянно под присмотром. И если даже взрослые выходят, то соблюдать простые меры безопасности. И при падении, в случае оказать помощь, тоже соблюдая меры личной безопасности. В первую очередь, жилеты. Это средства спасения. Это, конечно же, свисток, звуковые сигналы можно подавать. Ну, и другие, которые бы обеспечили бы, на всякий случай, в любом случае, быструю связь со спасательной службой и прибытием. В Минской городской организации «Асвод» имеются все средства для оказания помощи людям, терпящим бедствия на льду и на воде. Значит, на данный момент на каждой спасательной станции имеются спасательные доски, оборудованные веслами, багром, спасательной веревкой, альпинштоками для оперативной оказания помощи. Также в Минской городской организации имеются две аэролодки «Пираньи-4», которые предназначены для экстренного оказания помощи по льду и воде. Хочу отметить, что скорость движения этой аэролодки по льду составляет 150 км в час, на воде — 70 км в час. И сами понимаете, что такая скорость позволяет оперативно реагировать. С этого года мы включаем план, такую вот процедуру, когда рыбак, каждый желающий, может перед выходом на лед обратиться на спасательную станцию, где ему выдадут жилет под роспись, и, пожалуйста, он вышел, ловит рыбу и тем самым обезопасил себя.